Здравствуйте, в этом видео я расскажу, как сделал трубогиб без всяких токарных работ. Для этого я использовал 8 303 подшипников. Они идеально подходят для этого, особенно их китайский аналог, так как по цене он недорогой. За основу мы берем швеллер 40 на 80, размечаем нужные размеры, отпиливаем и очищаем от ржавчины. В качестве вала для роликов мы будем использовать строительную шпильку на 18. Очищаем резьбу шпильки болгаркой, для того, чтобы подшипники свободно перемещались. В роли ограничителей для роликов используем 18 увеличенную шайбу. С помощью какой-нибудь оправки и молотка создаем небольшую конусность. Это нужно для свободного вращения подшипников. Собираем все в одно целое и зажимаем по краям гайками на 18. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, слегка изогнутые шайбы не задевают внешний обод подшипников и они свободно крутятся. Втягиваем нашу конструкцию получше и прихватываем с помощью электросфарки. Здесь я немного просчитался с длиной шпильки, поэтому отрезаем лишнего. Субтитры создавал DimaTorzok Деялся «cipётсяи» Если много, dá причемma всякого знака формата. Вот такие ролики у нас должны получиться. Далее из 25 уголка отрезаем 4 отрезка по 25 см. Они будут служить направляющими для ведущего и прижимного ролика. Продолжение следует... Далее приступаем к изготовлению ведущего ролика. Для этого я использовал всю ту же 18 шпильку. Надев на нее отрезок трубы диаметром 27 мм, заполнив между ними пространство гвоздиками на 40, предварительно отрезав у них шляпки, получилось что-то наподобие игольчатого подшипника. Чтобы конструкция у нас не развалилась и не проскальзывала, обвариваем края электросваркой. Продолжение следует... Надеваем на края вала два все тех же 303 подшипника. Приступаем к изготовлению подвижной каретки. Она будет состоять из двух отрезков профильной трубы 20 на 40 длиной 30 мм и прямоугольной металлической пластины примерно 80 на 50 мм. Соединяем всю конструкцию вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В верхней части каретки отмечаем середину и просверливаем отверстие диаметром 18 мм. Собираем подъемный механизм, который будет состоять из той же шпильки на 18 и трех гаек. Размечаем и отрезаем прямоугольный отрезок металлической пластины примерно 5 мм. Он нам понадобится для упора подъемного механизма. Размечаем середину и проделываем отверстие на 18 мм. Теперь можно все собирать в одно целое. Устанавливаем каретку с ведущим роликом в направляющие. Сверху устанавливаем пластину 70 на 13 с отверстием посередине. Накручиваем на шпильку гайку и прихватываем все это электросваркой. Таким образом у нас получился подъемно-прижимной механизм. При вращении шпильки каретка начинает перемещаться по направляющим вверх и вниз, при этом прижимая и изгибая профиль трубы. Далее по краям основания привариваем наши ролики и ручку к подъемному механизму каретки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я решил сделать съемные ролики, чтобы их можно было переставлять под более крутой угол изгиба, а также сделать их разборными под профильную трубу разного размера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примеряю пластины и привариваю их к трубогибу при помощи сварки. Приступаю к изготовлению роликов. Они не будут отличаться от тех, что я сделал раньше, но в этот раз я не буду заваривать их и приваривать к трубогибу. Все что нужно я возьму от старых роликов, удлинив лишь вал. Он будет из той же шпильки 18 диаметра. Получился разборный ролик, который можно переделать под любой размер профильной трубы от 10 до 40 при помощи смены количества подшипников и вставки небольших шайб. Посмотрите, как это делается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, до новых просмотров!